Приветствую, дорогая церковь Вифания. Слава Господу, что позволил нам сегодня быть вместе в общении, в изучении Слова Божия, прославления Ему, поклонения Ему. Я приглашаю вас сегодня снова вернуться к моему любимому посланию, посланию Колосиным. Почему любимое? Ну, по двум причинам. Во-первых, это есть Слово Божие, Бога вдохновенное. И, во-вторых, мне нравится это послание тем, что оно очень сильно и красочно раскрывает доктрину о божественности Иисуса Христа. Даже если вы прочитаете вариант перевода Нового мира, Библия у свидетелей Иеговы, и там все равно, как бы они ни скрывали, даже они пишут о том, что им все создано и к нему создано, что Христос, все равно там прослеживается, что Христос есть Бог. Ну, и также это послание, оно говорит не только о божественности Христа, оно говорит о других доктринах, важных доктринах наших основополагающих, христианских доктринах, говорит о спасении. Оно также говорит конкретно, начиная с третьей главы, о практике христианской жизни. И, например, мы сегодня будем читать снова из третьей главы послания Колосина. И хотел бы просто напомнить нам немножко, о чем говорит эта глава. Ну, начинается она с того, что апостол Павел объясняет, на чем должны быть сфокусированы мысли христиан, или как направить, в какое русло направить свои мысли, как дисциплинировать свои мысли. Что в христианской жизни, он говорит о том, что приемлемо и что неприемлемо. Какие грехи и страсти христианин должен умертвить. Или в этой главе также он говорит о том, какими созидающими качествами христианин должен наполнять свою жизнь. Дальше он говорит о том, как должна функционировать христианская семья. Какие есть обязанности у мужа, какие есть обязанности у жены, какие есть обязанности у детей. Дальше он говорит о том, какие есть обязанности у работодателя. и говорит о обязанностях у работников, тоже есть свои обязанности, как христианину ориентироваться во всем этом. И некоторое время тому назад мы начали говорить о созидающих качествах христианина. Я сегодня хотел бы говорить именно об этом, а именно поговорить вместе с вами еще об одном созидающем качестве. Более того, я хочу сказать, что без этого качества никто не увидит Бога. Что это за качество, мы сейчас прочитаем, мы откроем текст Священного Писания, я прочитаю абзац, но поговорим с вами об одном стихе. Просто чтобы знать контекст, мы прочитаем послание Колосина с 3 главы, 3 глава с 12 стиха по 17 стих, но остановимся на 13 стихе. Итак, читаем. Послание Колосинам, 3 глава с 12 стиха. Итак, облекитесь, как избранные Божьи святые и возлюбленные в милосердие, благость, смиренно мудрее, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более всего облекитесь в любовь, в которой есть совокупность совершенства, и довладычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется вас обильно, со всякой премудрости научайте, вразумляйте друг друга псалмами, словословием, духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря честь Него Бога и Отца. Аминь. Итак, мы прочитали с вами о созидающих качествах христианина, их на самом деле очень много. Мы остановимся с вами на одном — это прощение. Я так и назвал свою проповедь сегодня — научиться прощать. Обратите внимание на то, что не случайно вот эти два качества, о которых мы прочитали с вами, они стоят рядом друг с другом. Снисхождение и прощение. То есть прощение на самом деле невозможно совершить без снисхождения. То есть прежде чем простить, человек должен спуститься с высоты, он должен снизойти, он должен расположиться к своему обидчику, иначе прощение невозможно. Для прощения нужно расположить свое сердце. Наверняка, каждого из нас, сто процентов, каждого из нас когда-то кто-то в жизни обижал. Ну, если не обижал, обидят. Ожидайте, что кто-то вас обидит. Ну, по разному поводу. Знаете, возможно, даже кого-то из вас, из нас регулярно обижают. Может быть, так, как в школе, знаете, бывает, что иногда так делают, найдут какого-то одного ученика и постоянно шпеняют его. То подножку подставят, то шелбан поставят в лоб, то портфель возьмут куда-то, спрячут и так далее. Постоянно глумятся. И так называют, как козел отпущения, да, и постоянно срываются на нем, и постоянно обижают. Нелегко такому школьнику приходится. Иногда, знаете, взрослые поступают друг с другом подобным образом. Находят какую-то жертву и издеваются над ним. Обижают друг друга по разному поводу, и словами, и делами, и своими поступками. Более того, я хочу сказать, что не просто взрослые так поступают, но христиане взрослые, называющие себя верующими людьми, христиане поступают так. И вот, чтобы подобные вещи не происходили в Церкви Божией, для этого Господь установил средства, с помощью которого можно и нужно лечить вот эти неправильные вещи. И это называется церковная дисциплина. «Господь дал Церкви определенные рычаги, с помощью которых Церковь может и должна воздействовать на человека, который занимается этими вещами, который обижает других постоянно. И Церковь должна воздействовать на него. Церковь должна обличать, как повелевает Слово Божие. Церковь должна ставить на замечания. Церковь должна ставить на отлучения. Я знаю, что есть верующие, которые не принимают библейское учение, о церковной дисциплине. Почему-то наказание они воспринимают как акт определенной агрессии. Они говорят, что если Церковь наказывает кого-то, значит, она не любит. Хотя, когда мы вникаем в Слово Божие, мы видим с вами много текстов Священного Писания, говорящих о наказании, что на самом деле Библия учит, что наказание — это и есть любовь. Ну, например, смотрите, в притче 3 глава 12 стих написано, «Ибо кого Господь любит, что Он делает? Не наказывает, да? Он, наоборот, наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему». Или, например, притча 13 глава. Соломон говорит, «Кто жалеет розги своей, тот любит сына». Я что-то неправильно прочитал? «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына», Соломон говорит, «а кто любит, тот с детства наказывает его». Или посмотрите Новый Завет. Фессалоникийцам 3 глава, апостол Павел обличает верующих фессалоники, те, которые... Там была проблема определенная в церкви, когда люди не работали, и это было грехом, потому что они сидели на шею других верующих, они бездельничали, это было плохим свидетельством для окружающих. Ну, они оправдывались тем, что они ждут пришествия Иисуса Христа, и мы работать не будем. Будем сидеть сложа руки. Апостол Павел говорит с ним, смотрите, «Если же кто не послушает Слова нашего, до этого он повелевал им работать и своими руками зарабатывать на хлеб, как он, потому что он там 3 года жил среди них, показался пример, шил палатки, и он говорит, после того, когда он уже уехал от них, пишет им это послание, «Кто не послушает Слова нашего, в этом послании, того имейте на замечание, и не общайтесь с ним, чтобы устыдить его». Можем ли мы, читая послание апостола Павла, из-за того, что он призывает к замечанию, чтобы церковь воздействовала на этих людей, и призывает, что надо замечания, на замечания таковых иметь, можем ли мы обвинить его в отсутствии любви? Что сказать апостол Павел, ты не любишь, ты зачем призываешь церковь к замечанию, у тебя просто любви нет. Мы не можем обвинить его в этом. Если же мы не соглашаемся с апостолом Павлом, тогда мы можем уйти очень далеко, мы можем уйти вплоть до того, что обвинить Христа в нелюбви. Например, посмотрите, сам Христос говорит Матфея в 18 главе, с 15 стиха, он говорит, «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди, обличи его между тобой и им одним. Если же послушает тебя, то приобрел ты брата своего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного и двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает, скажи церкви. А если церкви не послушает, то добудет он тебе, как язычник и мытарь». Что означает относиться к нему как к язычнику, к мытарю? Что это значит? Это значит относиться к нему как абсолютно неверующему человеку. Это значит, что церковь должна отлучить его от церкви. Можем ли мы обвинить Христа, что Христос призывает к нелюбви, что этим действием мы отталкиваем человека, мы не любим его? Нет. Христос говорит, что мы должны воздействовать на него, дабы спасти душу его, показать на его недостатки, показать на его проблему. Таким образом, человек должен осознать свою ошибку и вернуться в церковь. Церковь, когда наказывает кого-то, не потому что церковь злая, потому что церковь желает добра, и церковь любит этого человека, желая изменения в его жизни. Есть еще много подобных текстов, но не об этом сегодня речь. Речь идет о том, что когда в церкви кто-то живет греховным образом жизни, в данном случае мы говорим о том, что кто-то, если регулярно кого-то обижает друг друга, для исправления подобного поведения Господь установил церковную дисциплину. Что такое церковная дисциплина? Мы уже сказали, это методы воздействия на согрешающего. Это через замечание и через отлучение. К сожалению, я не припомню, знаете, чтобы кто-то был наказан в церквях за неправильное поведение, в частности, за то, что он обижает друг друга, другого человека. Но и это плохо. Почему? Потому что человек, который занимается этими вещами, он не видит своей ошибки, он не видит своего недостатка, и тем самым он направляется в погибель. Он не чувствует, как чувствует другая страна. Он не осознает, что он причиняет боль другому человеку, что человеку другому больно. Более того, когда он остается ненаказанным, и христианин не видит себя виновным, другие люди страдают от него и заражаются от него. Зачастую церковь не наказывает за подобные вещи, думает, что, ну, мы окажем ему любовь. Если человек живет в этом грехе, мы не будем наказывать, мы его очень сильно любим. Но на самом деле Библия учит нас, что наказание – это и есть любовь. Одна мамочка подошла к доктору Добсону, говорит, вот, доктор, вы учите в своих лекциях, что нужно дисциплинировать детей. Вы знаете, я очень сильно люблю своего ребенка, чтобы его наказывать. Он говорит, вы не любите своего ребенка, вы любите саму себя. Почему? Потому что каждый раз, когда мы собираемся наказать ребенка за проступок, мы перешагиваем через себя. Нам это тоже больно. Мы не хотим это делать, но мы должны это сделать для того, чтобы сделать добро ребенку, чтобы он изменился, чтобы был хорошим гражданином, чтобы был хорошим семьянином, чтобы был хорошим будущим членом церкви. Мы хотим только добра для этого человека. И он говорит, вы любите себя, потому что вы не хотите смотреть на его боли, на его страдания, вы не хотите через себя перешагивать, вы любите саму себя. Господь установил наказание как средство исправления. Представьте себе ситуацию, что если бы наше государство отменило бы все законы, абсолютно все законы. Кто что хочет, пусть так и делает. Вот как вы понимаете, так вы и поступаете. Что произошло бы на следующий день? Это был бы полный хаос. Каждый бы совершал преступление в той изящности, насколько он способен. Люди бы убивали друг друга, люди бы воровали, ничего им за это не было бы. Люди бы ездили, как попало на своих машинах, с любой скоростью, как им вздумается, и ничего им за это не было бы. По встречной полосе могли бы поехать, по тротуару, давили бы людей, врезались бы, и ничего им за это не было. Что было бы? Был бы настоящий хаос, был бы полный беспорядок. Что происходит, если церковь не реагирует на грех другого верующего? На самом деле, верующий, пребывающий во грехе, зачастую не понимает, что он направляется в вечную погибель. Более того, церковь страдает от его поведения. Это то, что касается обидчиков. Но текст, который мы прочитали с вами, говорит о другой стороне. Что делать в другой стороне, которая оказалась жертвой поведения другого верующего, тот, который обидел его? Допустим, меня обидели, и как я могу отреагировать на эту обиду? И вообще, существует, наверное, несколько вариантов, о которых вы знаете, наверное, наблюдали. Ну, например, об одних говорят, что они никогда себя не дадут в обиду. И только попробуйте сделать им какую-нибудь неприятность. Будет такая реакция, что малым не покажется, и никто не захочет их обижать. Возможно, такие христиан обходят десятой дорогой. Все боятся с ними связываться, потому что достанется не только тебе, но твоим детям, твоим родителям, и дедушкам, и бабушкам пожизненные санкции наложат, и будут преследовать, и подсиживать себя. И все обходят таких людей. Возможно, с такой реакцией вы встречались. И обычно такие христиане остаются без наказания. Почему? Потому что все боятся дотронуться до их святого осиного гнезда. Другие по своей натуре не такие уж агрессивные, как эта категория. Они, может быть, так не реагируют, вспыльчиво. Когда их обидят, они ничего не скажут. Вы не увидите бурной реакции на обиду. Но у них есть другая проблема. За их святым молчанием кроется очень длинный несвятой язык. Они пойдут, всем расскажут потихоньку, на ухо, чтобы никто, только никому не рассказывать, как меня обидел вот этот человек. Одному расскажут, другому, третьему. И ходят, и всем потихонечку рассказывают. На вид такие христиане бывают очень святыми, очень прилежными, может быть, регулярно посещающие дом Божий, участвующие в служении. Но своим святым языком они могут навредить церкви, могут причинить очень большой вред церкви. Почему? Потому что своими сплетнями они сеют раздор в церкви и разделение. Но если такие христиане, и даже не христиане, которые реагируют на обиду следующим образом, они говорят, Бог ему судья. Пусть Бог с ним разговаривает. Пусть Бог его судит. Тем самым они говорят, что я не держу зла на этого человека. Я не хочу держать на него обиды. Я не хочу заполнять свои мысли и свою голову вот этими проблемами. Пусть с ним разбирается Бог. Говорят, что таким людям жить проще. Более того, с такими людьми общаться проще и приятнее. Такие люди притягивают, такие люди всегда на высоте в наших глазах. И мы тянемся к таким людям, потому что мы знаем, что он про нас плохо не скажет. Мы знаем, что этот человек умеет прощать. С ним можно дружить и нужно дружить. Именно так учит нас Библия. Очень часто христиане не считают, что непрощение это очень большая проблема. Зачастую христиане уверены в том, что настоящей проблемой является явное проявление греха. Ну, например, если человек, если христианин находится в проблеме греха какого-то, он вор, он пьяница, он изменник и так далее. В то же самое время христиане не видят большой проблемы в скрытых грехах, такие как зависть, сплетни, например, обида. Они не видят ничего плохого в этом или проблемы не видят. Мы можем выглядеть очень красиво, привлекательными, активными, но в сердце своем быть неправо перед Богом. Иногда христиане делают очень много для церкви, для Бога, для людей, но у них есть большая проблема, проблема с прощением. Я думаю, что большинство христиан это очень большая проблема, по крайней мере, для многих христиан это большая проблема. Тяжело простить. Не все могут легко прощать. И на самом деле этому нужно учиться. В этом нужно расти. Можно с уверенностью сказать, что прощение напрямую связано с нашим духовным ростом. То есть чем меньше я духовно, тем тяжелее мне прощать. Чем выше духовно я поднялся, тем проще мне прощать. Есть прямая взаимосвязь между этим. Обратите внимание на то, что в 13 стихе, где мы прочитали о том, что нам нужно прощать, стоит в середине созидающих качеств христианина. Мы не случайно прочитали весь этот отрывок с 12 по 17 стих. Он как бы в середине стоит, но до этого стиха есть созидающие качества и после этого стоят созидающие качества христианина. Мы прочитали с вами в 12 стихе облекитесь, оденьтесь, мы говорили о том, что нарядите себя этими качествами. христианин должен одеться, нарядиться. Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение. Обратите внимание на то, что наше прощение зависит напрямую от того, как мы наряжаемся в эти качества. Подумайте на секунду, кому легче прощать? Или какому христианину легче прощать? Тот, который практикует в своей жизни милосердие или который не милосерд? Если человек в своей жизни, если христианин в своей жизни не милосерд, то и прощать ему тяжело. Наверняка он и не простит никогда, но если человек милосердный, то милосердие ведет его к прощению. Или, например, кому легче прощать, который практикует в своей жизни благость или доброту, или тот, который недобрый? Конечно же, недоброму тяжело прощать. Прощать проще тому, который практикует в своей жизни доброту, который растет в этом. Или смиренномудренный и кроткий, он скорее простит, чем тот, кто не знает, что такое кротость. То же самое с долготерпением. Крестьянину, не обладающему долготерпением, нелегко простить своего обидчика. Ему нужно расти в этом. Вот почему мы говорим, что наше прощение напрямую зависит от духовного роста. Если у вас есть проблема с прощением, обратите внимание на свой духовный рост. Обратите особое внимание на созидающие качества, о которых говорит нам Священное Писание. Начните развивать эти качества в своей жизни. начните практиковать их. Апостол Павел призывает верующих облекитесь в эти качества в 12 стихе. Вот он ключ к прощению. Возможно, кто-то возразит, брат Максим, ты просто не представляешь, насколько тяжело меня обидели, насколько грубо меня обидели, сильно. Я в своей жизни практикую и милосердие, и благость, и смиренно-мудрее, и кротость, долготерпение. Я, в принципе, расту в этих качествах, но простить для меня очень тяжело почему-то. Что мне делать дальше? Возможно, а невозможно, апостол Павел наверняка знал, что его читатели будут задаваться подобным вопросом. Поэтому апостол Павел здесь приводит очень сильный аргумент, почему христиане должны прощать. Дорогие братья и сестры, если христианин в своей жизни не усвоит истину, которую мы сейчас скажем, то он не понял, что такое христианство. Он не понял, кто такой Христос. Это значит, что он так не понял, что такое Евангелие. Он не понял сущность и глубину Евангелия. Сила Евангелия состоит в том, что Христос простил наши грехи. Мы так и прочитали с вами. Ну, возможно, кто-то возразит, ведь тот человек не заслужил моего прощения, он ведь не достойно моего прощения. Посмотрите, что апостол Павел говорит в 13 стихе. «Снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто, на кого иметь жалобу, как Христос простил, так и вы». Апостол Павел обращает наш взор на Христа. Он напоминает, что Христос простил нас. Что это значит? Христос мог бы сказать своему отцу «Отец, люди, живущие на земле, ты посылаешь меня умереть за их грехи, ты посылаешь, чтобы я принял Голгофскую смерть». На самом деле, Отец, они не заслужили этого, они не заслужили моего прощения, они не заслужили, чтобы я умирал за их грехи. Но Христос ничего подобного не говорит. Он приходит на землю, он умирает за грех человека, он берет на себя грех человека, весь позор, невиновный умирает за виновных. Теперь он, став ходатайом перед своим отцом, говорит, «Отец, они не виноваты, люди не виноваты, я виноват, я на Голгофском кресте взял на себя и грех. Посмотри на них через мои страдания, посмотри на них через меня, они теперь святые во мне. Я не просто взял грех их на себя, но я их еще и простил». Это очень важная, братья и сестры, библейская истина, в этом и есть глубина Евангелия. Если мы это не понимаем, значит мы в христианстве ничего не понимаем. Вот она сила Евангелия, вот она красота Евангелия, вот смысл Евангелия. Вот почему мы, будучи искуплены его кровью, дорожим этим Евангелем, мы дорожим этой истиной. Вот почему мы хотим участвовать в Вечере Господней всякий раз, когда только предоставится нам эта возможность. Мы стремимся участвовать в Вечере Господней, мы желаем этого дня, мы хотим, потому что Христос для нас дорогой. Христос для меня драгоценность, Христос для нас смысл жизни, Христос наше упование, Христос наша скала, Христос наш избавитель, Он спасение наше. Он совершил, братья и сестры, великий подвиг на Голгофе, Он прибил ко Кресту мой грех, и не просто прибил мой грех, но и простил меня. Это очень важная библейская истина. Апостол Павел обращаясь к верующим, говорит, «Как Христос простил вас, так и вы». Другими словами, апостол Павел призывает верующих смотреть на Христа. Смотрите на Христа и берите с Него пример. «Как Христос вас простил, точно так же и вы прощаете». Иногда мы становимся похожими на тех рабов, о которых произнес притчу Иисус Христос в Матфея 18 главе с 24 стиха. И мы там читаем такую историю, что у одного взаимодавца был раб, который должен был ему 10 тысяч талантов. И поскольку раб тот не имел чем заплатить, он умолял своего господина, «Потерпи на мне, я заплачу тебе, все отдам». И господин, умилосердившись над ним, мы читаем в этой истории, простил ему долг в сумме 10 тысяч талантов. А потом этот слуга находит своего должника, который ему должен всего лишь 100 динариев. Написано, что начал душить его, начал преследовать его и требовать от него «отдай мои 100 динариев» и посадил его в темницу и будешь сидеть там до тех пор, пока ты не отдашь до последней копейки. И когда господин узнал об этой истории, он очень сильно разгневался. Он позвал своего слугу и говорит о том, что ты злой раб. Весь долг я тебе простил. Не надлежало ли и тебе простить твой долг? Я помиловал тебя. Не мог ли ты помиловать своего должника? И разгневшись, мы читаем, государь отослал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. И дальше Христос говорит очень важные слова. «Так Отец мой небесный поступит с вами, если не простите каждый из вас от сердца своего, брату своему согрешение его». Дорогие братья и сестры, если мы хотим попасть на небо, если мы идем на небо, стремимся на небо, и хотим быть в вечном присутствии отца, то у нас касательно прощения не так уж много вариантов. А если точно сказать, у нас вообще вариант один только, только простить. Посмотрите, Христос неслучайно в этой притче приводит вот такой очень резкий контраст для того, чтобы показать не просто глубину Евангелия, но необходимость прощения. Десять тысяч талантов. Много это или мало? Я примерно переведу на наш язык, сколько это будет. Это примерно 300 тысяч, 300 тонн золота. Ну, для примера, в Москве царь колокол лежит отколотый, он весит 202 тонны металла, а это 300 тысяч тонн золота. Наверное, нам проще сегодня посчитать все в долларах. Давайте попробуем, чтобы было понятно. Один талант это 6 тысяч динариев или заработок 6 тысяч дней. Другими словами, 600 тысяч долларов. Один талант это 600 тысяч долларов. У некоторых даже дом столько не стоит изна, у кого-то стоит 600. Это всего лишь один талант. 10 тысяч талантов. Это 600 миллионов динариев. Или 164 тысячи лет нужно работать. Кстати говоря, у нас ученики воскресной школы привозят первые места по знанию Библии. Кто жил больше всех на земле? Как его звали? Михаил Митрич вас выручил. Мафусал, сколько он жил? 969 лет жил самый долгожитель в Ветхом Завете. Мафусал жил 969 лет, но для того, чтобы отдать долг в сумме 10 тысяч талантов, человек должен работать, ни на что не тратить. День отработал, отдал долг. День отработал, отдал долг. Он должен прожить 164 тысячи лет. Это просто невообразимо. Это очень тяжело нам представить. Или, например, один динарий. Сколько? Это много или мало? Один динарий 100 динариев 8 долларов стоит? Если 100 динариев мы берем, это примерно чуть больше вашей пенсии месячной. Это примерно 800 долларов. Это нам понятно. Мы можем попасть в такой долг на 800 долларов. И в наше время, и в то время это понятно для нас. Но вопрос другой. Как умудрился тот человек задолжать такую огромную сумму? Что ни этой жизни не хватит, ни если дать ему еще, как Мафусал 10 раз больше что прожил, не хватит. Почему Христос произнес вот такую притчу? Дело в том, что Христос в данной притче использует литературный прием. Это называется гипербола. То есть это умышленное преувеличение. Гипербола. Вы знаете, очень часто в Писании используется этот прием, чтобы донести какую-то очень-очень важную истину. Ну, мы ведь тоже часто используем свои речи, данный литературный прием, не так ли? И, наверное, каждый из нас использует. И мы говорим иногда, о, сто лет тебя не видел. Вы на самом деле сто лет не видели кого-то? А сколько вы живете? Вы, наверное, хотите этим сказать, что долго тебя не видел, но чтобы подчеркнуть, что очень долго, мы говорим, сто лет тебя не видел. или мы говорим, например, я тебе повторяю десятый раз, не делай этого, или десятый раз тебе говорю, выполни вот эту работу. Вы уверены, что вы десять раз сказали? Ну, вы сказали, наверное, два, может быть, три раза, ну, может быть, четыре, но вы десять раз не сказали. Но мы преувеличиваем, чтобы добиться, да, привлечь внимание человека, послушай очень внимательно, это очень важно, я тебе объясняю, но ты меня не слышишь. Или мы используем эти гиперболы, мы говорим, вы вечно опаздываете. Кто вечно живет? То есть мы, вечно жители, что ли, здесь на земле, мы говорим, вечно опаздываете. Не бывает такого. Или говорим, ты меня напугал до смерти. Что, вас напугали, так и вы умерли. Да вы вроде бы как живете еще, но говорите, что до смерти меня напугал, что я уже умер. Вот так страшно мне было. Или тысячи, тысячи извинений перед тобой, и миллион извинений. Не просите вы извинений, тысячи, не миллион, не просите. Вы просто хотите подчеркнуть, что вы очень сильно извиняетесь. Вы очень просите прощения за это, да, и так далее. Можем приводить еще много разных примеров. На самом деле, в данной притче Христос показывает, что у первого раба не было абсолютно никаких шансов выплатить долг. Долг был настолько велик, что ни одного шанса выплатить его не было. Независимо от того, сколько бы времени он ему не дал бы, выплатить было бесполезно. Библия повествует нам повествует нам об этом. Хотел бы просто спросить и задать вопрос. Какое решение сегодня примешь ты с твоими обидами? Если мы смотрим, на самом деле, какое бы зло нам не причинили люди, у нас нету причин для того, чтобы не простить. Почему? Потому что наш долг перед Христом, он очень велик, он очень большой долг, и мы ничем не можем ему отплатить. И все наши обиды, которые мы встречаемся в нашей жизни, они ничто по сравнению с тем, что сделал Христос на Голгофском кресте. Он простил нас на сто процентов, хотя мы этого не заслужили. На самом деле, мы можем принять решение, сегодня двойное решение, либо простить и отпустить, и быть с Господом, либо не прощать и идти в погибель. В молитве «Отче наш» мы читаем следующие слова, 6 глава, 12 стих, Христос говорит, «И прости нам долги наши, как? Как и мы прощаем должникам нашим». Что это значит? То есть, Христос говорит, что прости нам долги настолько, насколько прощаем мы. Вот как мы прощаем, так и ты прости нам. И далее в 14 стихе, в этой же главе, 15 он говорит, «Если не будете прощать людям согрешения, если будете прощать, то Отец простит вам небесный. Если не будете прощать, то Отец вам не простит согрешения». Я хочу закончить свой проповедь примером из жизни моего отца. И когда мы были с ним наедине, он часто делился своими примерами из своей жизни и из жизни примерами из других людей. И когда они с мамой поженились где-то в 60-м году, то решили начать свою новую семью в новом месте. Они поженились в город Отрадный, Самарской области, но решили переехать на другое место жительства. И они решили начать свою новую семью в Таджикистане, город Ленинабад. Знаете, ходили слухи, что там жить полегче. Они туда и поехали. И на самом деле в республиках в 60-70-х годах было гораздо легче, только не в Поволжье. В Поволжье было плохо все. Они поехали, они там пытались обосноваться, они там жили. Он устроился крановщиком, то есть он работал на стройке на кране. И представьте себе, кран с железной кабиной, без кондиционера, под палящим солнцем Таджикистана. Вот так он работал. Было очень тяжело. И в тот же период жизни мой отец столкнулся с духовной проблемой. Эта проблема была не прощение. Он мне рассказывал об этом. Он не мог простить своего обидчика. Он очень хотел, он желал, он понимал, что без прощения он не увидит Царствие Небесное, что вариантов нет, ему простить нужно, но он не мог это сделать. Он просил в молитве Господа, чтобы Господь помог, но прощение не приходило в его сердце. Тогда он принимает решение, он накладывает на себя пост. И он сказал сам себе, я буду поститься и молиться до тех пор, пока Бог не даст мне прощение, пока Бог не поможет мне отпустить вот эту боль. Проходит первый день, он приходит на работу, садится на свой кран, под палящим солнцем железная кабина, жарко очень, он не ест, не пьет, весь день, приходит домой, не ест, не пьет, наступает, но прощение не пришло. Ничего он не чувствует, он не может отпустить эту боль. Наступает второй день, та же самая картина, он приходит на работу, то же самое, та же работа, тот же кран с железной кабиной, палящее солнце, с жаркой, без воды, без еды, он провел в молитве, мысленно перед Богом и в посте, второй день, но прощения не приходит. Под конец третьего дня, откуда-то не возьмись, говорит, мои глаза наполнили слезы, я понял, что я отпустил боль, он понял, что я простил, что Господь дал мне прощение-то. Три дня поста и молитвы, без еды, без воды, в молитве перед Богом, он выпросил, чтобы Господь помог ему простить, и он простил и отпустил, и наступил мир в сердце. Позвольте спросить вас, когда вы говорите, что я не могу победить грех, я не могу оставить спиртные напитки, я не могу оставить разного рода греховные увлечения, когда вы говорите, что я не могу простить, позвольте спросить вас, а сколько вы заплатили за это? Сколько раз вы молились об этом? Сколько раз вы налагали на себя пост, чтобы Господь помог вам решить эту проблему, чтобы помог решить вам духовные вопросы? Когда мы читаем с вами текст в Колоссиных, дальше мы видим с вами еще несколько важных повелений, исполняя которые, помогают нам прощать. Но сегодня Господь призывает нас простить, смотря на Христа. Давайте мы будем смотреть на Христа, давайте мы будем учиться у Него прощать, давайте будем у Него питаться, как сегодня в проповеди было сказано, питаться Его соком и учиться у Него прощать, находясь на Его лозе. Если мы не делаем этого, то и прощать нам тяжело, нам нужно смотреть на Христа. Он является истинным примером прощения. Мы сейчас помолимся, я прочитаю последний раз этот текст, и мы будем молиться. «Снисходя друг к другу, прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы». Аминь. Давайте помолимся. «Снисходя друг к другу,